Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодняшняя глава называется Варихи. И вчера мы остановились на том, что Яков берет с Йосифа клятву, что похоронят он его в стране Наан. После этого написано, что Йосиф дал эту клятву и написано, что и поклонился Исраэль в сторону изголовья постели. Наши мудрецы говорят, из этого мы видим, что у изголовья умирающего пребывает божественное присутствие, сина. Наши мудрецы говорят, что возможно еще такой комментарий, он благодарен самой своей кровати, на которой были зачаты его дети. Вот есть такой комментарий тоже. После этого написано, что сообщено было Йосифу, что отец твой болен. Йосиф взял своих сыновей, переца своего Минаше и Фраима и пришел к Якову. Удивительно то, что Яков говорит, кто эти? Йосиф говорит, это сыновья мои, которых мне дал Сесиль здесь, в Египте. Почему он говорит, кто эти? Ведь он учил все время с ними Тору. Пишется, что он учил Тору с Фраимом. Написано, что глаза Исраэля помутнели от старости. Не мог он видеть. Поэтому, такой обычный комментарий, такое понимание, что поэтому он это сказал. И он говорит Йосифу, что эти сыновья будут мне подобно Реувену и Шимону. Будут моими, а дети, которых ты родишь после них, будут твоими. Как это можно понимать? Для чего это Якову нужно? Дело в том, что мы знаем, что двойная доля принадлежит первенцу. Отец при жизни должен дать первенцу двойную долю наследства. Но это при жизни. Это не то, что человек умер и потом наследство справедливо поделили. Первенцам дали двойную долю, остальным поделили поровну. Нет. Это только при жизни. Отец при жизни есть и дал двойную долю. Вот так и будет. Если он умер, то все. Не будут никак по-другому разбирать. Поровну делят между детьми и все. Что интересно. Йосиф хочет, чтобы Яков благословил сыновей. Он подводит к правой руке Якова Минаше. Он первенец. А к левой руке Якова подводит Эфраима. Значит, он стоит слева от Йосифа, получается. Йосиф стоит напротив Якова. И это получается справа. Нет, слева от Йосифа и справа от Исраиля. Да. А Эфраим справа от Йосифа, слева от Исраиля. И Яков ложит свои руки. Правую руку свою ложит на голову Эфраима. А левую на голову Минаше. Йосиф понимает, что папа ошибается. Потому что он, видно, плохо видит и первенец. Минаше он должен на него правую руку положить. Но Яков не ошибается. Он говорит, знаю, сын мой, знаю. Он тоже будет народом. Он тоже будет велик. Но младше братва будет больше его. Мы это знаем, что это десятки тысяч Эфраима, тысячи Минаше. В общем, Эфраима ждет очень большое будущее, получается. Численность будет большая. И он говорит, знаю, сын мой, знаю. Вот так вот. И так руки его остались. И так он их благословляет. И мы благословляем, да сделайте все сильные подобные Эфраиму и Минаше. Это и сейчас благословение у нас работает. Так благословляет детей. В общем, он их благословляет. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, в Торе у нас есть... Перед нами такой пример. Перед тем, как выйти из Египта. Написано, что за 30 лет до этого времени колено Эфраима, вооруженные стрелки из лука, вышли из Египта. За 30 лет до выхода они, видно, посчитали. Видно, ошиблись в счете. Всевышний говорит Аврагаму, нашему праотсу, когда он учил Авраам, ему было 70 лет, был он в разведке с Лотом, Всевышний сказал ему, что потомство твое будет в чужой стране, угнетать их будут 400 лет, пусть и выйдут с большим достоянием. Видно, они прибавили эти 400 лет ко времени заключения союза Авраама со Всевышним между половинами, когда это было пророчество, и вышли. Видно, ошиблись, потому что Всевышний нам старает выходить только через 30 лет из Египта. Тора говорит, что когда мы вышли из Египта, Всевышний не повел нас через страну Плешким, потому что коротко так этот путь как бы не испугался народ при виде войны. Что мы там могли увидеть? Мы могли увидеть долину полную костей. Это убитое было от колена Эфраима вот эти 300 тысяч человек, которых никто не захоронил. Так кости остались лежать. Это видел в своем пророчестве пророк Ехескин. Такое размножение, если мы смотрим самое большое колено Егуды во время выхода из Египта, мы при первом пересчете смотрим 74 600 человек. Самое большое колено. А у Ефраима уже 300 тысяч было за 30 лет до этого. Если бы не разложались, невероятное количество их вообще было бы. И несколько человек там осталось. И мы смотрим, все равно она не самая маленькая. Мы смотрим, она даже больше двух колен, больше Минаша и больше Бениамина, 40 500 их стало. То есть очень сильная была соведенная их лежит. Вот так вот. Раша говорит, что мы читаем это об этих событиях в книге Девреа Мим. Девреа Мим это книга писания, история про ровки писания. В книге писания Девреа Мим это в первой книге, по-моему, там 7 глава, 26 строка. Там написано, что колено Ефраима, вооруженные стрелки из лука, вышли из Египта и пришкин их убили. Убили всех и горевал под них Ефраим и родил сына и назвал ее Берия, потому что несчастье было в доме его. И вот восьмой после Берии родился Егоша, сын Нуна. Ну, мы узнаем, что Ефраим в 182 года рождает ребенка. Ну, не так это удивительно, в истории бывают такие вещи, что люди рождают и в старшем возрасте и живут дольше. И этот комментарий нам не очень понятный, почему Рабиш Лома Исахибла в своей памяти здесь его приводит нам не все понятно, потому что если Егоша, сын Нуна, был восьмой парадословый после этого человека Берия, то тогда как это может быть? Ведь когда он пошел в разведку во втором году в пустыне ему уже было 42 года. Значит, он тогда должен был родиться за 11 лет до тех событий, когда погибло это колено. Значит, этот комментарий нам трудно понять. Есть вещи, которые нам трудно понять. Нет у нас более расширенного комментария, где это можно почитать. Но не на все вопросы мы можем ответить. Надеюсь, что мы будем учить Тору и дойдем до того, что начнем такие вещи тоже понимать. А на сегодня наш урок заканчивается. Рок был дан за по ней души Михаэль Бен Леви, Берта Бат Исраэль, Павел Бен Эфим, Самим Бен Герш, Хая Малка Бат Йосиф, Роза Бат Михаэль, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, Владир Бен Григорий, Здоровье Светлая Бат Клара, Шумон Бен Исхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Пер, Бат Соня Сура, Майя Бат Фаина, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двора Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двора, Йосифин Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бат Берта, Евгений Бат Ида, Афира Бат Анна, Геннадьевна Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юрия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шумон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Агива, Ефим Бен Соне, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Мазал Парасас Гула, Ирина Батури, Арон Ольга Бен Нури, Загросший дух, Арон Ольга Бен Двор, Радис Бен Ахум, Абигаль Бат Сара, Хана Бат Абрагам, Рафаэль Алья Лей Бер Лариса, Парасай Бют Ладир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего Олегу Марченко, Всем браха, Параса, Кавана, Мазал Тор, Что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем всего самого наилучшего, Желаю всем крепчайшего здоровья, Пусть закончится эта страшная война, И до следующих встреч, Надеюсь, состоится завтра в 15.00. Шалом.